Скандалом завершилась попытка представителей закона изъять товары у владельцев торговых точек в рядах крытого рынка. Срок аренды земельного участка истек еще полтора года назад. И с тех пор предприниматели пытаются выдворить территории, чтобы обустроить вместо рынка зеленую зону. Правда, сдаваться без боя представители торговли не стали. Чтобы утихомирить разгоряченных людей, потребовалось вмешательство полиции. Все подробности с места событий в материале программы. Это лакомый кусочек. Они дерутся за территорию. А не простой народ. Но мы не простой народ. Мы платим налоги. На грани истерики и нервного срыва представители торговли. В рядах крытого рынка разгораются нешуточный скандал. Чиновники и полицейские пытаются ликвидировать все места стихийной торговли. Эта земля больше не принадлежит коммерсантам. Это незаконно все. Здесь, на данной территории, должен располагаться сквер. Это парк, который для граждан. Я уже не знаю, к администрации надо вопрос, что здесь конкретно планируется. Но данная территория, земля, принадлежит администрации. Но чем кормить детей и как платить кредиты, не понимают продавцы. Всего-то и хотели. Спокойной торговли. Вроде никому не мешали и чистоту соблюдали. А теперь их выгоняют с насиженных мест. Это что такое? Мы вообще остаемся без работы. И нам предлагают те места, где невозможно работать на самом деле нормально. Потому что там действительно грязь, свинство. Чиновники не обнадеживают. Как только получат решение суда о сносе, ларьки демонтируют, а здесь обустроят сквер. Предприниматели же просят, дайте немного времени разобраться с делами. Налоги заплатили, мы все заплатили. По аренду заплатили, налоги, пенсионку, все. Дайте нам до конца апреля распродать товар, продавать. И мы уйдем. С 1 мая здесь никого не будет. Давайте по-человечески, да. Дайте нам уйти. Нам что, лечь на дорогу, что ли? Но сколько можно переносить неизбежное, недумевают представители администрации. Срок аренды участка истек полтора года назад. Тогда предпринимателям и нужно было задуматься о переносе торговых точек. А все тянули до последнего. Но больше здесь не продадут ни одной вещи. Сотрудник полиции будет установлено здесь несколько постов, которые будут систематически здесь ошлять дежурство и следить за отсутствием здесь торговой деятельности. Я думаю, что если какое-то время здесь торговая деятельность будет не ошляться, то и заинтересованность в дальнейшей судебной тяжбе у сквера 3 пропадет. Не найдя понимания, предприниматели решаются на крайнюю меру. Настроившись на борьбу, отправляются перекрывать Чапаева. Но на этом весь пыл и иссяк. Зачинщика бунта забирают в полицию. Наказанием грозят и тем, кто попробует перекрыть дорогу. Вам это не дает. Не дают права нарушать законодательство. Закон один для всех. Как это закон? За призывы. За призывы. Видите, человек заставил. Он сейчас купает в отдел, будет применять административные меры. Одному из предпринимателей теперь грозит административное взыскание за подстрекательство. Но запала остальных еще хватает, чтобы попытаться отбить коллегу. Давайте не пускайся, оттружите машину и все. Мужчину увезли, а с ним постепенно сошел на нет и скандал. Предпринимателю удалось успокоить. Людям пообещали, что с ними в ближайшие сутки встретятся представители власти. Коммерсантам постараются помочь организовать торговлю. Правда, уже в другом месте. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.